Что в тарелке у мировых лидеров? Крабы и креветки, салат из авокадо, нежное филе говядины с артишоками, ирландский кофе и мятный чай. Ужин из восьми блюд во время саммита G8, на котором обсуждали среди прочего и проблемы голода в мире, уже вызвал волну возмущения. Однако, похоже, помог главам государств переварить информацию и выдать на десерт итоговое комьюнике. Политическое меню изучила наш корреспондент Оксана Кундюренко. Одно фото в твиттере Дэвида Кемерона и поток критики в адрес участников саммита. Они говорят о коррупции, войне, голоде и бедности за роскошным ужином. Эта встреча в Лох-Эрне должна оживить мировую экономику. Мы принимаем решения, которые меняют жизнь людей, делают ее лучше. Пищи для рассуждений на саммите тоже достаточно. Немного, правда, переперчились с Сирией. Накануне даже поговаривали, если Россия не согласится с остальными по этому вопросу, каши не сваришь. Финальную декларацию подпишут без Путина. Но за трапезой переговорный процесс пошел лучше. Мы объединены общим стремлением прекратить насилие. Мы готовились подползнуть в процессе мирных переговоров. И побудить в стороны сесть за слов переговоров. От основного блюда мирного урегулирования конфликта в Сирии сегодня в заключительный день перешли ко второму. Уклонение от уплаты налогов и борьба с мультинациональными корпорациями, грабителями простых людей. И даже антиглобалисты аппетиту не помеха. Напротив, их акции уже стали традиционной пикантной приправой. Сегодня протестующие перешагнули железный забор. Лишь на несколько минут полиция тут же пригрозила арестами и они отступили. С гордостью сообщаю, что несмотря на трудности, мы договорились начать переговоры о торговле с ЕС. На традиционном семейном фото не 8, а 10 лидеров. На флангах Жозе Мануэль Борозу и Герман Ван Ромпи от ЕС. Договорились с Британией США расширять зону свободной торговли. И это назвали самым масштабным экономическим соглашением десятилетия. Оксана Кандиренко, подробности, Британское бюро телеканала Интер.